Демон Солс Демон Солс Демон Солс Можем собрать их души Куча травы, которая ко мне уже не влазит И впереди нас ожидают Легендарная Троица Темный дух Пронзающего, который мы убили в прошлой серии Он дает нам свой меч Длинный прямой меч, который когда-то принадлежал Пронзающему Одному из величайших героев Болитарии Как ясно из названия, он позволяет наносить мощные колющие удары Он куда тяжелее обычного меча, поэтому требует от владельца силы и ловкости Настоящее имя у Пронзающего было Митас И далее впереди нас еще ждет лучница Лан И рыцарь с башенным щитом, это у нас Альфред Вот так вот они выглядят в человеческом обличии Как вы помните в демоническом обличии Лан был афалангой А Альфред был демоном башни Альфред неповоротливый, его достаточно просто забэкстабить Да, хоть он и неповоротливый, но он очень мощный Думал, что его можно будет просто добить, но нет Вот тут-то было Еще вторая попытка Здесь также можно видеть ящерку, но она нам не особо нужна Да, Улан Наносит тоже большой урон Не всегда получается его забэкстабить И он всегда ходит и прикрывается щитом Ну вот, наконец-то Я подобрался к его спине И он, кстати, оставляет тоже лут Но у нас он уже есть Это его башенный щит Заберем также всю траву Ну и Сулан уже разобраться не так уж и сложно Он оставляет белый лук, который тоже мы уже подбирали Еще одна ящерка Дают они обломки твердого камня И это башня Здесь осторожней Есть сложные противники Красноглазые рыцари Сверху также нас еще обстреливают два арбалетчика Нужно разобраться с ним как можно быстрее Также еще и убийца Неудачно он повернулся ко мне спиной Наверху нас ожидает еще один красноглазый рыцарь Но он без щита, поэтому завалить его проще В переиздании здесь добавили шорткат Не особо-то он был и нужен Но, как говорят, по многочисленным просьбам фанатов Его добавили Пока что он закрыт И здесь у нас лежит что-то, что не влазит ко мне в инвентарь Выложим ненужное Здесь у нас полно уже синеглазого рыцаря Их тоже добавили в переиздании В оригинале сета синеглазого рыцаря вообще не было в природе И это, по-моему, последняя часть сета Все предыдущие я уже собрал ранее И тут нас встречает старый знакомый И синий дракон Не торопимся Подождем, пока он Отжарит Толстого чиновника И после этого Организуем очень быструю пробежку Бежим, не останавливаясь Единственное, можно остановиться, чтобы забить ящерку Собрать еще немножко камней И давайте для начала Отлещем дракона наверх Потом можно будет спуститься и разобраться с чиновником И здесь у нас на помощь приходит Бьор На самом деле помощь от него Как с козла молока Единственный плюс Это то, что он отвлекает дракона И здесь есть как раз возможность его и убить Для этого ставим волшебную палочку Крис Кольцо магической силы И также нам поможет Кольцо умной крысы Запасаемся специями И еще ставим Волшебный меч Макота Для того, чтобы снизить свое здоровье До 30% Придется немножко подождать Есть, конечно, вариант Немножко поджариться Чтобы И не ждать, пока Макота нам Снимет 30% жизни Но, как вы видите Не так-то просто это сделать Дракон нас практически паншотит И вот я снова здесь Я в прошлый раз забыл Открыть шорткат Здесь также еще лежат Рыцарский меч И рыцарский щит Да, Бьер настолько бронявый Что дракон снимает Ему всего лишь 13 жизней И Есть еще один способ Как убить дракона Для этого как раз Нужно было открыть Вот этот шорткат И вернуться Чтобы перезагрузить локацию И теперь уже поднимаемся Здесь по лестнице Видим, что дракон у нас Пока что находится наверху Приближаемся к нему Потихоньку И теперь можно попробовать Убить его с этой стороны Снимаю я очень мало Как раз, чтобы наносить ему Больший урон Нужно Поставить кольцо умной крысы И Снять себе 70% жизни Ставим Макота Нужно немножко подождать И как только сверху У нас появился символ крысы Убираем Макота Давайте попробуем Воспользоваться Латунным телескопом И пробуем Попасть в дракона Дело пошло на лат Так, еще подставим крыс И стоим Закидываем Дракона Фаерболами Но Бить его таким образом Сразу не получится Когда у него остается Половина жизни Он все-таки Летит на свою вторую позицию И пытается Сжечь Бьора Пробегаем как можно быстрее Чтобы он нас не зажарил И пока Бьор его отвлекает Забегаем под него И Добиваем его с ним Дракон повержен Мы получаем Большую душу Огненной чешуи Из которой Также ничего нельзя сделать Но Если ее съесть Можно получить 10 тысяч душ Возвращаем Наши кольца Что-то бьет Твой диалог Немножко запоздал Мы решили Дегрей Эта Саламандо Было больше проблем Than expected Немножко запоздал Теперь Ты Игра Ты знаешь Я Мне Мне нужна Немножка Эта Суперная Монстрология Была Дракон На меня Кхе 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 Благу Хотя бы Он здесь Не умирает Как обычно Принято В серии Souls И мы Практически Добрались До Башни Где обитает Король Оланд Оу Да Ну Слава богу Хотя бы Ключ От нас Залее Мы Получили Здесь Был Полумертвый Острава Которого Подбил Король Оланд Я Немножко Пропустил Лора С ним Можно было Еще Поговорить И он Нам Рассказал Что Король Оланд Это На самом деле Не Король Оланд А его Демонический Двойник И для его победы Мне рекомендуется Сходить в Мавзолей И взять Там Некий Меч О Это Ты Это Мой Папа С С Ну Что Как Он В Демон В С С Я Начал Эту Квест Попросить Мой Папа С Резон Для Драг В Папа Резон Но Все В Папа Плес Мас Это Мас Болитаря Мас 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 Г Vall Квест А дальше нам еще предстоит сразиться уже с темным фантомом Астралы. Преубийство этого фантома не повышается тенденция персонажа. Он нам дает свой рульный щит и меч, который мы уже находили в третьем мире. Если пройти дальше, то здесь у нас лифт, который ведет к Королю Аланту. Но перед тем, как к нему идти, нужно еще сделать несколько важных дел. И для этого нам нужно опять вернуться в Нексус. После того, как мы убили синего дракона, мы полностью отбелили тенденцию в Балитарии. И теперь можем идти собирать туда керамические монеты. И еще раз повторяю, для того, чтобы получить платину в Demon's Souls, керамические монеты совершенно не обязательно собирать. Они нужны лишь для того, чтобы получить сет Пенетратора. Но для этого вам нужно будет также еще и все собрать на НГ+. А это значит, что НГ+, вам надо будет пройти полностью со всеми заморочками с тенденциями. И это все ради того, чтобы покрасоваться одним сетом. Мне кажется, оно того не стоит. Но раз уж я решил показать вам в своем гайде все эти монеты, мне придется заморочиться и собрать их все, какие возможно при одном прохождении. Опять раскалываем мир. И идем в Балитарию. Для начала нам нужна локация 1-1 врата Балитарии. И идем в то самое место, где мы впервые повстречали Астралу. Вот то самое место. Спускаемся здесь вниз. И здесь в комнате, под столом, лежит первая керамическая монета. Дело в том, что при светлой тенденции в Балитарии аж целых три керамической монеты. Теперь нам нужна локация 1-3. В самом начале поднимаемся наверх, не добегая до врат. Сворачиваем налево, в переулок. Здесь нам нужно упасть вниз. Подняться по этой лестнице. И здесь в ящике лежит вторая керамическая монета. Теперь уже нужно пробежать через врата. И помните, в прошлой серии я пытался выбить при чисто темной тенденции монету из бочки. Так вот, да, я ошибся. На самом деле, эта монета лежит с чистой белой тенденции. Помните, здесь был первородный демон. Здесь за кутке стоит бочка. Разбиваем ее и получаем третью керамическую монету. Вернем мир в исходное состояние. И нам опять нужно в Балитарию. Острова с нами подлился ключом от мавзолея. Ключ из Агальматолита. Открывает семейный мавзолей правителей Балитарии. Но перед тем, как идти в мавзолей... Давайте поменяем нашу магию. Возьмем опять Ядовитое Облако и Облако Смерти. Рядом с этим мавзолеем мы уже были в самом начале игры. Там, где впервые нам встречался Красноглазый Рыцарь. Этот мавзолей находится в лагации 1-1. Для этого нам нужно сначала подняться наверх стены. Убирает от одного удара. И вот он, семейный мавзолей. И чтобы взять здесь меч Губитель Душ, нужно сразиться с самим королем Дораном. Первое сражение с ним простое. Он очень тормозной. К тому же еще и глючный. Не особо-то и желает нас атаковать. Причем если присмотреться, он держит в руках Губитель. Готовую Регалию Севера, которую может собрать из двух мечей. Губителя Душ и Губителя Демонов. Скорее всего, раньше здесь находилось два этих меча. Но в данный момент остался один. Губитель Демонов. Дело в том, что Губитель Душ, скорее всего, забрал король Алланд. Губитель Демонов. Белый клинок, который передавался из поколения в поколение в правящей семье Балитарии. Вместе с Губителем Душ образует Регалию Севера. Чем меньше демонического в душе владельца, тем сильнее клинок. Именно поэтому старый король Алланд предпочел ему Губитель Душ. То есть это говорит о том, что душа Алланта была подвержена демоническому влиянию. И теперь нам необходимо убить Дорана для того, чтобы забрать у него нужное нам кольцо для трофея. И как раз для этого можно использовать Облако Смерти. Недовитое Облако. И просто стоять и ждать, пока он не умрет. И рекомендую его убить именно так. Потому что если вы убьете его своими руками, во-первых, вы понедите тенденцию в Балитарии, а во-вторых, скорее всего, убить вы его не сможете. Потому что он будет чертовски силен. И будет убивать вас практически с первого удара. Поэтому лучше не трепать с ним нервы, а просто отравить его. И пока он умирает, можно сходить перекурить, либо выпить чашечку кофе. Доран погибает. И мы можем взять его сет и кольцо Воина Вечности. Кстати, очень неплохое кольцо. Старинное бронзовое кольцо, принадлежавшее старому королю Дорану. Ускоряет восстановление стойкости. Герой Дорон, хранитель королевской семьи Балитарии, обитает в вечном облике полубога. И у меня, кстати, возникает вопрос. Если король Дорон, такой сильный полубог, который является хранителем королевской семьи Балитарии, какого черта он все это время сидел в Мавзолее и допустил все события, которые произошли в Балитарии? Возможно, он, конечно, был в неведении. Давайте почитаем его сет. Маска древнего короля. Бронзовая маска Балитарского полубога. Старого короля Дорана. Украшена самоцветами. Ну и остальные части сета также не содержат никого интересного лора. Этот сет очень мощный, тяжелый. Лучше его сразу отправить в хранилище. А вот колечко, пожалуй, я поставлю. И теперь наступает переломный момент. Если вы хотите получить трофей за все кольца при первом прохождении, то я рекомендую на данном этапе сделать бэкап сейва. Потому что нам сейчас нужно будет полностью зачернить тенденцию персонажа. А это снизит наш урон, а также снизит нашу строку жизни. И в будущем, когда мы перейдем на НГ+, то все тенденции мира сбросятся на нейтральные. А тенденция персонажа останется такой, какая она была при окончании прохождения. То есть, если мы сейчас зачерним тенденцию персонажа и пройдем игру, то в New Game Plus мы начнем играть с чисто черной тенденцией персонажа. И так как НГ+, и так-то не очень проста, то играть там с чисто темной тенденцией персонажа будет очень неприятно. А осветлить ее будет очень непросто. Поэтому либо собираем оставшиеся кольца в НГ+, в самый последний момент после получения всех заклинаний, либо нажимаем клавишу PlayStation, заходим в настройки, сохраненные данные настройки игры и приложений. На всякий случай заходим в синхронизацию сохраненных данных, автосинхронизацию. На игре Demon's Souls отключаем автоматическую синхронизацию. И далее делаем бэкап сейва с консоли. В облачное хранилище. Но для этого у вас должен быть оплачен PlayStation Plus. При этом игра у вас закроется. Возвращаемся в игру. И теперь мы можем творить со своим персонажем все, что душе угодно. Можем прокачивать его как угодно, можем чернить его как угодно, потому что у нас есть бэкап сейва. И помимо кольца недруга, который дает нам Мефистофель после того, как мы выполним ее мрачный квест, нам также еще потребуется добыть два кольца, но добыть-то их не так просто. Их нужно обменять у Воронят. И для обмена нам нужно два предмета. Это чистый клинковый камень и золотая монета, которые придется гриндить. И здесь вам поможет только бог рандома, потому что эти два предмета выбить не так-то просто. Но все-таки я постараюсь хоть как-то облегчить ваши страдания и подскажу пару лайфхаков. Первым делом нам нужно делать его в черном. На все деньги прокачиваем нашу удачу. Душ у нас не так много, но у нас есть еще очень много душ в инвентаре. Используем все, даже души боссов. После того, как я использовал все души, души и свои инвентаря, у меня стало аж 468 тысяч. И прокачиваем нашу удачу по максимуму. Если вы считаете, что этого мало, то меч штормов вам руки и идите фармить в локацию 4.3. После этого ставим кольцо провидения. Вы его должны были взять в самом начале, когда создавали своего персонажа. И первым делом нам нужно сфармить золотую монету. Проще всего фармить ее в городе тоннеле. И выпадает она из пухлого чиновника, который находится здесь. Если пробежать через туннель, помимо вагонеток. Убиваем чиновника. Молимся. Нет монеты. Убиваемся. И повторяем это до тех пор, пока из него не выпадет золотая монета. Это чистый рамдом. Она может выпасть и с пятого раза. У кого-то она выпадала только со сто пятьдесятого раза. Когда я ее один раз фармил, мне пришлось сделать примерно 30-40 заходов. Второй предмет. Это чистый клинковый камень. Он фармится в четвертом мире на ритуальной тропе. Перед этим желательно зачернить четвертый мир. Так как это увеличит шанс тропа этого камня. Создаем физическую оболочку. Умираем. После полного зачернения. Лежим вниз. Убивать либо не убивать жнеца, это уже ваше право. Тенденция чисто темная, поэтому жнец здесь очень суров. Дальше идем через скрытую стену. И вот этот скелет, с которого нужно фармить чистый клинковый камень. Провоцируем его на прыжок. Делаем обувь два бакстеба. И опять молимся. Чтобы с него выпал чистый клинковый камень. Не выпал. Возвращаемся назад и повторяемся заново. И после того, как вы нафармите чистый клинковый камень со скелета. Вот так он выглядит. И золотую монету с чиновника. Сверкающая волшебная реликвия. Сломав монету, можно ненадолго улучшить свою удачу. Гравировка стерлась так, что ее уже не разобрать. И теперь нужно обменять их у воронят на два нужных нам кольца. И еще самое главное, нажмите выложить, а не выбросить. Воронята должны отреагировать. После этого выходим из игры. Заходим обратно. И взамен получаем кольцо долголетия. Легендарное кольцо, на котором выгравированы речные волны. Величивает максимум очков здоровья. Когда-то такие кольца вручали самым отважным воинам, чтобы те обязательно вернулись домой. После этого таким же образом меняем золотую монету. Обязательно делайте это по очереди. Не выкидывайте одновременно чистый клинковый камень и монету за один раз. Опять перезаходим. И взамен мы получаем кольцо неровной чешуи. Кольцо путешественника, на котором выгравированы наклонные часы. Увеличивает грузоподъемность, снижая при этом максимальный вес снаряжения. Это кольцо манит тех, кто жаждет богатства, но желает избегать конфликтов. И последнее кольцо, которое нам осталось получить, это кольцо врага. Получить его можно у Мефистофель, который появится в Нексусе, когда у вас будет чисто темная тенденция. Чтобы добиться чисто темной тенденции персонажа, у нас есть несколько вариантов. Первый, наверное, самый веселый, это выйти в онлайн. Желательно взять огненный шторм. И пойти в Латрию. Например, в Белую башню. Здесь применить либо камень синего ока. Либо камень черного ока. Для того, чтобы вас призвал желтый монах. А онлайн вроде в Demon's Souls еще живой. Ждать, по идее, долго не придется. После того, как нас призывают, нам нужно победить в PvP-сражении. Играть честно или не честно, это уже решать вам. Вы можете очень быстро победить своего противника, используя огненный шторм. Можете использовать траву. Скорее всего, ваш оппонент тоже будет использовать траву. Единственная иногда проблема, это дождаться, пока он поднимется к вам наверх. Иногда игрок просто будет выходить, либо просто его будут убивать духи красных кальмаров, которые там стоят на пути. Либо он просто будет стоять и ждать, вынуждая вас выйти. Можно также взять и спрятаться за углом, и подождать, пока он зайдет, и ударить его в спину. Да, это очень некрасивый трюк. Но, как говорится, на войне иногда все средства хороши. В принципе, вообще не обязательно вторгаться именно в третьем мире. Можно вторгаться в чужие миры при помощи черного камня. И в других местах. Главное убить хозяина мира в форме красного фантома. Вот он заходит. Дэм Манкс. Щит восстанавливающий жизнь. У него успевает полечиться. Во-в-в-в-в-в-в. Вот у негоكل先生. Пр все-таки под тяжелую руку. Получаем онлайн-трофей, заодно повязку монаха и понижаем тенденцию своего персонажа. А заодно еще и восстанавливаем физическую оболочку. Повязка монаха. Повязка сделана из обрывков золотого деяния, которая поработила душу иссохшего старика, узурпатора Латрии. Повязка сама призывает к себе будущего владельца, подчиняя его своей воле. Возможно, она ищет новый сосуд, которым может завладеть. Владелец повязки испытывает прилив магической силы, но получает повышение урона от магии. Опять же, хорошая повязка для колдуна. Ну и таким макаром можно вторгаться сколько угодно раз, снизив тенденцию своего персонажа до самой темной. Но если вы не хотите заморачиваться с онлайном, хотя на платину вам все равно хотя бы раз нужно будет это сделать, то есть еще и другой вариант, как понизить тенденцию, это убивать различных неписей. Лучше и проще всего поубивать каких-нибудь торговцев, которые находятся ближе всего к обелиску. Допустим, можно убить грязного мужчину. Затем на ритуальной тропе убить мародера. Но так же можно не побрезговать и убить в Нексусе. Допустим, клириков. Урбейна можно пока оставить. И можно видеть, что у меня уже тенденция персонажа полностью затемнилась. После этого возвращаемся из Нексуса в Нексус. Перезапускаем его. И нам нужно найти Мефистофель. Которая находится здесь, наверху. Мефистофель. Я хочу, чтобы убить Сейн Обейна и его следователей. Вы получите обеспеченность. У нас есть договор? У нас есть причина? Ха! Просто подумайте, что это возможности чтобы убить соревновательства. Отлично. У меня высокие ожидания. Дело нужно убить Урбейна и всех его последователей. Последователей мы уже убили, остался только сам Урбейн, поэтому я его и не стал убивать. Но даже если вы его убьете, ничего страшного, Мефистофель просто не даст вам награду за его убийство, а сразу же перейдет к следующей цели. Самое главное, не убивайте раньше времени Юрию. Да, Святой Урбейн дает кольцо, сет, проповедника, но у нас уже все это есть. Именно за убийство Юрии Мефистофель и даст нужное нам кольцо. Кстати, коготь младенца. Этот кинжал, формой напоминающий коготь, разносит болезни. Излюбленное оружие женщин и детей, которых привлекают для убийств. Одно из самых ужасных тайных орудий. Да уж, Фреки еще тот тоже засранец. Так, это уже закончилось. Вот твоя победа, возьми. Ну, гену лоскутика мы уже давно хотели и так прикончить. Единственное то, что нас останавливает, это его товары. Оставляет после себя кольцо вора. Ну, а работы будет не так уж и много. Юрия, это последнее заказное убийство. Да больше здесь уже ее убивать-то особо некого. Сет-ведьма и кольцо. Это все у нас тоже есть. И после того, как она дает нам кольцо, она на нас нападает. У него, кстати, есть парирующий кинжал. Также она оставляет золотую маску, шпагу и парирующий кинжал. Но все эти вещи мы и так уже ранее находили. Но самое главное, это то, что она дала нам последнее недостойщее кольцо. Кольцо недруга. После получения которого, если вы все до этого сделали правильно, вы должны будете получить трофей. Загадочное черно-красное кольцо, которое дала вам Мефистофель, увеличивает силу атаки в облике Черного Фантома. Это жуткое кольцо порождает хаос и насилие, отправляя владельца в иные миры на охоту за чужими душами. Противоположность кольца союзника. И после того, как мы выполнили квест Мефистофель, мы можем из облака обратно отбэкапить свой сейв.